Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Последний день, скорее всего, торги сегодня будут не такими уж и волатильными, поскольку большая часть торговых площадок Азии и Европы, как вы знаете, отдыхают из-за католической Пасхи. Но, будем надеяться, какие-то инструменты все-таки придут в движение и в тех направлениях, которые нам необходимы. В принципе, то, что мы наблюдаем на площадках в данный момент, соответствует нашим ожиданиям. Мы зарабатываем на снижение евро, мы зарабатываем на снижение британской валюты, делая акцент на снижение потери канадского доллара. В принципе, наблюдаем то, что и канадец также уступает позиции американцу. Ну, есть инструменты, которые стоят на месте, знаете, на площадках даже уже многие инвестобанки ссылаются на идею того, что, ну, таких низких показателей волатильности не было уже очень-очень давно. В принципе, вот я знаю, JP Morgan даже не стали давать новые рекомендации на предстоящий месяц, потому что рынки в прямом смысле на тех же самых уровнях, что и месяца назад. О низких показателях волатильности мы с вами говорили накануне. Я понимаю то, что это проблема, потому что нам нужен активный рынок, потому что именно за движениями кроются возможности. Но, друзья, в данном случае нужно понимать, что те, кто умеет ждать, безусловно, они будут вознаграждены. Мы дождались снижения евро. Я не хочу накаркать то, что евро будет сыпаться и дальше, там в районе отметки 1.10. Это мой идеальный сценарий. Но я понимаю, что, наверное, так вот по сказочному сценарию вряд ли пойдет развитие событий для продавцов. Поэтому про торговку мы еще не раз увидим. Еще не раз инициатива будет переходить к покупателям. Но каждый раз, когда рынок немного откатывает, мы видим то, что идет перепись вот этих локальных минимумов. В данном случае для нас по евро-доллару является сейчас психологическим таким рубежом, который, безусловно, нужно ломать. Это опланка 1.12. В рамках текущей торговой сессии, несмотря на то, что до этого уровня всего лишь 35 пунктов, я не рассчитываю, что мы можем делать акцент и ставку на то, что сегодня евро сможет пролиться до этого уровня. Все-таки нужен какой-то стоящий фундаментальный триггер или катализатор. Но уверен, что в последующей неделе мы этот катализатор с вами найдем. По экономическому календарю и содержанию, я думаю, что из того, как я начал брифинг, следует то, что нам, в принципе, сегодня не за чем следить. Я предлагаю еще раз опровержаться по основным тенденциям, которые сложились в последние дни. И вместе с осознанием того, что сейчас является доминирующим в плане фундамента на рынке уйти на выходные и уже готовиться к торговым насыщенным сессиям следующей недели. Давайте поговорим о рынке нефти. В очень долгое время, можно сказать, уже две недели мы наблюдаем, как бренд мечется в диапазоне одного доллара от 72 до 71. Уже сколько раз мы взвешивали все за и против и делили фундамент на тот, который способствует росту и тот, который больше располагает к продажам. Я уверен, что, несмотря на мои аргументы, почему нефти нужно продавать, среди вас есть по-прежнему такие рьяные покупатели, которые считают, что бренд легко закрепится выше 72 долларов за баррель и будет претендовать на движение в районе 75. Я хочу вам пожелать только удачи, друзья, потому что, в конце концов, никто не знает действительно, как поведет себя рынок, но я вижу все-таки больше предпосылок сейчас для оснижения цен на нефть, потому что тот же самый позитивный фон, на который сейчас упираются покупатели, это сокращение производства нефти, мирового предложения из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы из-за конфликта в Ливии. И признаю, да, это хороший фон, но в данном случае этот фон я уже использую как козырь, чтобы изначально, еще до того, как завершится первое полугодие, подготовить вас к тому, что энергетический пакт, как сделка, скорее всего, сойдет на нет, и рынок лишится одного из основных факторов фундаментальной поддержки, который привел к росту цен на нефть и Brent и WTI больше, чем на 40% с начала 2019 года. Конечно же, до конца первого полугодия еще практически три месяца, но не забывайте, друзья, что, несмотря на то, что это большой период времени, мы сейчас уже получаем сигналы от стран ОПЕК и уж точно от России о том, что они даже до истечения первого полугодия уже меньше будут чистоплотны, будут менее чистоплотны, так скажем, в соблюдении своих обязательств по текущей сделке. Значит, то, что переуполнение соглашения мы уже, уверен, не увидим. Россия будет нарушать условия этой сделки, потому что чем, скажем, больше она сейчас будет сокращать показатель нефтедобычи, тем больше будет возможностей у штатов покрыть эту долю собственным производством. Мы знаем, как они, как регионы подают сейчас между собой, и уже были сделаны акценты на то, что это самая настоящая война за рынок между Россией и, собственно, Соединенными Штатами Америки. Я считаю, что второе полугодие непременно будет полугодием серьезных проблем для капитализации, скажем так, углеводородов. Но к этим проблемам можно готовиться заранее. Плюс ко всему я делаю акцент на замедление темпов роста мировой экономики. У нас, на мой взгляд, есть очевидные сигналы говорить о том, что эти риски никуда не делись. Несколько дней назад мы с вами разбирали данные по Китаю. 64% экономический рост в первом квартале. Я говорил вам о том, что не нужно радоваться сильно этим цифрам, потому что это все равно минимальный уровень экономического прироста с 2009 года. У нас вчера вышли очень важные отчеты по еврозоне. Я в начале даже этой недели говорил, что если нам нужны сигналы того, что еврозона больше не может опираться на динамично растущий промышленный сектор, и то, что промпроизводство больше не будет катализатором для экономики валютного блока, нам нужны индикаторы текущего состояния промышленного сектора. И вчера вышли индексы производственной активности Германии еврозоны. Они и обвалили курс европейской валюты, потому что ни с того ни с сего. Только после этого отчета стало всем ясно, что проблема-то на самом деле очень серьезная у еврозоны. Я не приукрашивал заранее картину. Отмечал, что сигналы и индикаторы очень слабые экономической конъюнктуры мы получали уже не раз. И все они свидетельствовали о том, что еврозона действительно на пороге рецессии. И я практически не сомневаюсь, что среди развитых регионов эта рецессия первая появится в Германии. Давайте не будем забывать про этот риск, потому что он поможет нам дальше торговать евро валютой против доллара. И может станет тем самым подспорьем для того, чтобы мы все-таки приблизились к уровню 1.1. Вернемся к нефтянке. Я отметил, что даже снижение мирового предложения странами ОПЕК+, с учетом того, что это соглашение может сойти на нет, это стоит воспринимать в качестве негативного фактора. Вот вам по регионам Китая и еврозоны признаки того, что потенциально может слабеть спрос на углеводороды. Мы помним доклад МВФ о прогнозе экономического роста до конца 2019 года, тоже там был пересмотрен с понижением. И все у нас с прицепом еще рядышком идет высокая активность американских производителей. Я думаю, что не будем ссылаться на отдельные отчеты этой недели, допуская, что активность американских производителей пошла на спад. Нет, при таких ценах на нефть, особенно если взять текущие котировки, конечно же, у них есть все больше возможностей, чтобы внедрять, запускать и вводить в эксплуатацию все новые производственные мощности. И буровые цены тому способствуют. Друзья, я сохраняю короткие ожидания, то есть ожидания того, что бренды WTI будут снижаться. Уровень я давал, давайте ждать, собственно, как поведет себя рынок дальше и как отработают эти идеи. Доллар иен на 111.90. Вчера у доллара был фактор роста. Это данные по уроничным продажам, которые превзошли ожидания, 1,6% в месячном урожении, рост с минусом 0,2%. Фактически мы говорим о показателе прироста максимальным за последние 7 месяцев. И если быть реалистом, нужно, конечно же, отметить, что уроничные продажи – это очень серьезная компонента роста ВВП. Примерно для экономики США это 25% всего ВВП. Поэтому уроничные продажи, они как минимум указывают на высокие показатели активности домохозяйств, потребителей. И указывают на то, точнее даже скажем, что уроничные продажи высокие являются признаком роста ВВП. И если опираться только на этот отсчет, то, может быть, для американской экономики не все так и плохо. Но я люблю проводить налоги временные и продолжаю делать акцент на то, что позволюсь сделать вывод о том, что макроэкономическая ситуация улучшается только в том случае, если будет создана новая тенденция. Тенденцию формируют 3 месяца подряд. Пока что по уроничным продажам у нас, скажем, единичный такой позитив. Вот, к примеру, как по рынку труда Австралии, либо по данным по инфляции Канадии, которые мы разбирали несколько дней назад. Поэтому я особо не стараюсь проецировать сильный отчет по уроничным продажам на то, что это база для дальнейшего роста американской экономики и, соответственно, для роста доллара. Вернемся к доллару и иене. Даже на фоне такого отчета мы видим то, что пара не растет. Пара стоит на месте, как замороженная, ее кто-то держит. Допуская, что параллельно с выходом хорошей статистики по штатам, все-таки на рынке были очевидные опасения и страхи за темпы глобального экономического роста. Из-за того, что буквально за несколько часов до этого вышли очень слабые данные по еврозоне. И вот, конечно же, при таком подходе к анализу повышается спрос на защитные инструменты, потому что инвесторы, институциональные инвесторы не знают, что будет дальше с мировой экономикой. А учитывая признаки спада по отдельным регионам, я думаю, что ничего хорошего, в принципе, и не будет. Поэтому по доллару иене следим за этой замороженной ситуацией, но все равно сохраняем короткие позиции, потому что если закрыть глаза на вчерашний отчет по уроничным продажам, в целом макроэкономическая конъюнтура оставляет желать лучшего. Доллар канадец 1.3370, мы все ближе к планке 1.35, друзья, я не собираюсь отказываться от этой идеи. Я жду то, что на канадца очень серьезное влияние окажет именно то, что творится на рынке черного золота. Ожидание снижения, собственно, бренда будет сказываться негативным образом на канадце. Разумеется, вы понимаете, что здесь логика очень простая. Нефть – это один из важнейших экспортных ресурсов для Канады. У нас, скажем, несколько дней назад вышли данные по инфляции. В моменте они привели к тому, что канадский доллар укрепился, потому что индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Но очень, скажем, закрепить этот результат не удалось, и инициатива быстро снова пришла к продавцам. Здесь идея понятна, участники рынка смехнули, что одного отчета, как я уже отметил, недостаточно, чтобы говорить об оздоровлении экономики. И о том, что экономика Канады может упираться на дальнейший устойчивый спрос со стороны потребителей. Даже несмотря на то, что вероятность снижения процентной ставки до конца этого года сейчас снизилась с 25% до 20%, ситуация может, друзья, измениться. У нас есть индикаторы того, как чувствует себя экономика в моменте. Это месячные отчеты по ВВП. Они очень важны для Канады сейчас в свете тех проблем, которые были обозначены. Очень важны для нас, инвесторов. Буквально через неделю выйдут данные по ВВП Канады. Я думаю, что цифры, скорее всего, разочаруют. И на фоне слабых данных, еще одного признака слабости Канады, мы с вами снова вернемся к возможным разговорам о снижении процентной ставки. И о том, что вероятность будет снова расти с текущих 20%. На это и будем делать акцент. Канадец не укрепляется. Канадец все-таки теряет против доллара. Я думаю, что в моменте появления достаточного катализатора им, скорее всего, станет рынок нефти. И мы увидим уровень 1.35. Фонд против доллара провалился ниже отметки 1.30. 1.29.94, мы все ближе к нашей цели 1.28. Друзья, на этом я прям предлагаю закончить с британцами, потому что не на что больше делать акцент. Очевидно, что факт продления официального выхода Англии из состава Европейского Союза, то есть выигранное время, которое дал Брюссель Терезе Мэй, оно сейчас не конвертируется в рост позитивных настроений и фунт не растет. Наверное, я очень на это надеюсь, что после нескольких уже очевидных этапов того, что выиграв время Терезе Мэй его не использует, участники рынка поняли, что это опыт наш трейдерский, который сейчас позволяет нам говорить о том, что и в этот раз никаких продвижений не будет. Поэтому роста нет у британской валюты и более того фонд планомерно снижается. Что касается евро-доллара 1.12.35, я уже сделал акцент на слабую статистику. Действительно, очень плохие индексы активности в производственном секторе Германии. Еврозона прям настоятельно рекомендую вам залезть в экономические календари и посмотреть тенденции, что происходит с этими индикаторами. Вы увидите очень красивый нисходящий график. Еврозона на пороге серьезных потрясений. Я думаю, что эти потрясения станут следствием выхода очень слабых данных по темпам экономического роста, которые многие сейчас не прогнозируют. Я их ожидаю, потому что иного, в принципе, и быть не может с учетом вот таких макроэкономических показателей. Для меня они какой-то откровенностью не станут. Я лишь уверен, что на таком фундаменте мы станем еще ближе. Сможем подобраться к цели, которая ранее была обозначена в районе отметки 1.10-1.11. Друзья, на этом, собственно, все. Большое вам спасибо за внимание. Хороших выходных. Не забывайте, что очень важно сохранять бодрое расположение духа, настроение. Это очень важно, с каким настроением вы начинаете очередные трудовые будни. Я жду вас с хорошим настроением в понедельник. Продолжим следить за событиями, разбирать все, что на рынках происходит, и в связи с этим строить разного рода инвестор-идеи. Всего доброго. До свидания.